здравствуйте дорогие друзья итак давайте попробуем сжать все что мы не успели они успели мы много итак первая глава книги вайкра и возвал да вайкра она посвящена искусству и науки умение жить и находить в мире радость в той миссии которой человек пришел этот мир каждый человек пришел сюда со своей миссии и вот надо хочет или не хочешь не ты все выбирал ты должен получать какое-то удовольствие радоваться этому и работать в этом плане поэтому каждый из нас строит свой храм из тех материалов которые выданы лично нам с такой же задачей которые осуществляем свою службу в своем храме и вайкра вот это возвал да когда первый раз было мальмасей только слышал больше никто не слышал почему потому что у каждого достаточно индивидуальное общение с богом а в чем смысл был этого послания очень простой остановись задумайся и прислушайся и только тогда удостоишься услышать то есть первое что мы учим для начала строительства нашего храма вот в этой гонке бесконечно остановиться остаться один на один с собой попробовать вот как бы проанализировать и так каждый день хотя бы по пять минут ими все меняется обратите внимание мы вступаем с вами в пурим в уникальный праздник праздник сейчас я скажу все только не напрягайтесь кто полет праздник дарование торы получение торы дарование торы праздник торы принятия точнее торы скорее всего если кто-то скажет что это было в шаот да в шаот было дарение торы нам подарили тору написано что гору поднял всевышний сказал берите иначе будет совсем плохо и мы взяли сказать что это абсолютное такое принятие я бы не стал но все мудрецы до единого говорят что именно в этот день день пурима приняли тору уже окончательно и навсегда и устную и письменную все остальные поэтому это великий праздник принятия торы очень кстати связано с шаот мы читаем могилу я не буду здесь уходить в глубину но вообще могила написано написали в каббале что это мизу за изгнание это очень сильная вещь мне очень много великих тайн и вообще в пури мне много тайн например одно из них если человек будет веселым в пури говорит самые тайные книги каббалы то он будет это огромный что он будет веселой весь год и потом радость будет у него весь год, почти гарантированно. Если человек в Пурим будет хмурый, злой, почти гарантированно, не дай Бог, будет то же самое. Поэтому задуматься надо. Слушай, если такое говорит Каббалла, может я попробую один день радоваться? Вообще в этот день надо, после Шаббата уже надо зажечь, когда начнется Пурим вечером, надо зажечь две свечки, написано. Одну за Эстера, одну за Мордыхая, и это привлекает большой свет, тот дом, который зажгет эти две свечки. Главное, что говорит нам Пурим, и то, чему нам надо будет научиться, иначе есть проблемы с этим. Пурим говорил нам одно, что, смотрите, единственное такое от выживания. Каждый раз, когда кто-то вносит разлад, пусть даже самыми хорошими, как он считает, намеренными, это преступные деяния, потому что только в единстве выживания народа написано Бог единый, его должен раскрывать единый народ, только не может разобщенный народ открывать и представлять единого Бога. Эта суббота называется у нас как Шаббат Захор, помни. Это очень важно перед канун праздника Пурим, важно помнить, радуясь, вообще в любой радости надо помнить ту печаль, которая остается. Поэтому был такой, все знают, Аман решил истребить потомок Амалека, чего истребить евреев, в каждом поколении написано, есть какие-то Аманы. Но почему помнить, вот Тора говорит, помни, помни Амалека, какая связь между Амалеком и Шаббатом, вот которой мы будем сейчас. Важно, что написано, что Амалек напал, когда застал тебя в пути. Дословно это звучит, это шер карха бадерых. Карха имеет три значения. Случайность, духовная нечистота и холод. Словно случайность, это вот смотри, люди как только начинают говорить, это случайно, это у меня так произойдет, ты знаешь, неожиданно, все, считай, что ты попал в область вот этого микроба. И Амалек пытался отравить сознание людей, идею, что все случайно, все совпадение. Отмечая Шаббат, мы свидетельствуем, что Бог создал мир за шесть дней, ничего случайного не бывает. Кроме этого, это карха динзвида, духовная нечистота. И Шаббат, это миква. И третье значение карха, это холод. Все время хотят остутить. Те, кто нам говорит, да чего ты так напрягаешься, что ты так говоришь, вот это и есть Амалек. Надо отходить от него. В Шаббат, наоборот, написано, очень большие силы побуждают нас в близости к Творцу. И Шаббат греет душу. И этим он побеждает вот эту духовную нечистоту. Ну и последнее, вы знаете, очень иногда бывают такие вещи, я бы сказал, короткий анекдот такой, или точнее, это не анекдот, это Майсу, Краву Якову, Израилю Каневскому, это Стайплеру, в Небрак пришел человек, и пожалуйста, что жена его все время заблаговременно не заканчивает приготовление к субботе, что он постоянно ругается из-за этого, ничего не помогает. Что делать, сказал он? А ты возьми веник, он сказал, и помоги жене. Брахавы от слаха, давайте помогать друг другу, чтобы провести Шаббат весело. Используйся. Используйся.